Добрый день, спасибо большое, Оль. Я думаю, что на сегодняшний день палиативная помощь, она все-таки участвует в мультидисциплинарной команде по ведению детей с воспитательной мышечной атрофией. Попробую включить свою презентацию. Ну, как Оля уже сказала, я из областной детской больницы города Екатеринбурга, Свердловская область. Я врач палиативной помощи, врач-невролог отделения палиативной помощи нашей больницы. И я попробую все-таки разобраться, нужна ли палиативная помощь на сегодняшний день в междисциплинарном подходе, в междисциплинарной команде, и как сейчас меняется структура палиативной помощи, ее кусочек в этой команде на примере нашей работы в Свердловской области. У нас есть основные веки. Первое – это 2012 год. 2012 год – это начало палиативной помощи в Свердловской области, когда открылось отделение выездной палиативной помощи детям на базе нашей больницы. В 2019 году у нас появилось стационарное отделение. В 2021 году открылся наконец-то наш детский хоспис в марте этого года. И с 2012 года, учитывая то определение, которое на сегодняшний день существует в палиативной медицинской помощи, это помощь детям с незречимыми заболеваниями, в том числе инертные мышечные заболеваниями. Поэтому мы сразу же взяли пациентов, которые нам направили из участковой службы. Это было два пациента со стенальной мышечной тропией. И так как палиативная медицинская помощь включает в себя не только медицинские вмешательства, но и психологическую, социальную помощь, то мы этим детям с 2012 по 2016 год предоставляли психологическую помощь, социальную помощь, поскольку в нашей команде есть психолог, в нашей команде есть специалисты по социальной работе. Но, к сожалению, медицинскую помощь детям с воспитальной мышечной тропией у нас в нашем регионе практически не оказывалось, так как в свое время нас учили о том, что СМА – это незречимое заболевание, о том, что делать массаж нельзя, гимнастику делать нельзя, о респираторной поддержке на тот момент мы не знали. И 2016 год – это стал очередной век, когда была первая конференция, проводимая фондом «Семь и СМА», которая нам посчастливилась поучаствовать, и в течение трех дней мы услышали как раз о том самом мультидисциплинарном подходе. И 2016-2019 год – это как бы еще одна очередная ступенечка в развитии оказания помощи детям с воспитальной мышечной тропией в нашем регионе. У нас стала развиваться медицинская помощь, мы стали внедрять тот самый мультидисциплинарный подход, когда у нас стала появляться респираторная поддержка и раннее организирование таких пациентов, и решение вопросов с питанием, с вертикализацией этих детей. И на тот момент координатор у нас был врач палиативной помощи. 2019 год – это, конечно, патогенетическая терапия. Мы вступили в июле месяце. Программа раннего доступа по препарату «СПИНРАЗ» делали мы его на базе нашего палиативного отделения. На тот момент у нас открылось уже маленькое стационарное отделение на 5 коек. Мы применили палиативный подход, который подразумевает под собой улучшение качества жизни наших пациентов. Поэтому делали мы его в присутствии мамы с чупа-чупсом, с мультфильмами, так, чтобы наши пациенты сразу же после введения СПИНРАЗа чувствовали себя очень, ну, как видите, можно сказать, счастливы, понимая о том, что практически вся жизнь этих пациентов, она будет сопряжена с медициной, и чтобы наши мамы тоже были счастливы. На сегодняшний год, это 2021 год, и встает вопрос о том, нужна ли палиативная медицинская помощь сейчас в структуре мульти-дисциплинарной команды. И всех смущает тот маленький вопрос, не знаю, видно мою стрелочку или нет, когда отсутствуют или исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения. И встает вопрос, что выбирать, акуративную медицину или же палиативную помощь. Я думаю, что в первую очередь смущает тот момент, что мы не до конца понимаем о возможности патогенетической терапии на наш взгляд, на наше желание, или для того, что будет в будущем один укол, и наши пациенты будут здоровы. В 2021 году, на сегодня, на 30 сентября 2021 года, у нас в Вердловской области 33 пациента со спинальной мышечной трофеей. Из этих 33 пациентов 26 пациентов получают различные виды патогенетической терапии. Получают они на базе нашей областной детской больницы. Это инусомерсент, это рездеплам, и мы уже ставим золгенсму. И 7 пациентов, которые в настоящий момент не получают лечения. Это связано с юридическими вопросами, это связано с медицинскими противопоказаниями, это связано и с отказами родителей от проведения патогенетической терапии. И вот я нарисовала такую очень условную схему, когда синенькие стрелочки – это пациенты, которые в настоящий момент получают патогенетическое лечение. Начало патогенетической терапии – вот это красная вертикальная линия. А, так скажем, по вертикали – это уровень качества их жизни. Я сложила сюда все и возможность моторных навыков, и вопросы дыхания, и вопросы питания. То есть это, так скажем, улучшение качества их жизни. И где же здесь в этой структуре палиативная помощь? Если взять, снова вернуться к тому определению палиативной медицинской помощи, к которому мы уже обращались, можно посмотреть, что есть такой пункт или такая строчка, что палиативная медицинская помощь оказывается детям состояниями, угрожающими жизни. И назначается она по медицинским показаниям с учетом тяжести состояния данного пациента. И если ту же самую схему посмотреть и провести примерно пунктиром, черту, там, где, на наш взгляд, должна быть палиативная помощь, то есть ниже – это пациенты, которые нуждаются в палиативной помощи, это те состояния, которые когда-нибудь находятся в том состоянии, которое угрожает их жизни, то мы с вами увидим о том, что ряд пациентов – это пациенты смотри этого типа, или пациенты, которые очень рано начали патогенетическую терапию, они не нуждаются в палиативной помощи. Есть ряд пациентов, которые на сегодняшний день нуждаются в привлечении специалистов в палиативную помощь. Да, на фоне патогенетической терапии, наверное, единицы пациентов, которые будут ухудшаться, ну, как самый нижний, так скажем, пациент, такой схематический пациент. Часть пациентов на патогенетической терапии, конечно, они будут улучшаться, и кто-то раньше, кто-то позже будут выходить за, скажем, за ту черту, улучшать свое качество жизни, выходить из угрожающего состояния, но для этого потребуется время, время, когда нужна будет палиативная помощь в жизни этого пациента. И если есть такая схема, когда взаимодействие между куративной медициной и палиативной помощью, когда потихонечку уменьшается значимость куративной медицины, или возможность куративной медицины, и нарастает значимость палиативной помощи в судьбе данного пациента, то я думаю, что вот как раз на примере спинальной мышечной атрофии будут меняться вот такие основные схемы палиативной помощи, когда, может быть, в самом начале она будет максимально, а с развитием пациента и с влиянием патогенетической терапии это значение палиативной помощи в жизни пациента будет все меньше и меньше. И примерно вот такая схема у нас в нашей областной детской клинической больнице города Петеринбурга. Мы не стали задумываться по поводу выбора куративной медицины или палиативной помощи. Мы объединили у нас одни общие двери, и мы помогаем нашим пациентам. На сегодняшний день мы оказываем и психологическую помощь, и социальную помощь, и медицинскую помощь. У нас существует та же самая мультидисциплинарная команда, и если мы в течение с 16 по 19 год мечтали о том, что у нас думали, планировали о том, что у нас будет центр нейромышечных заболеваний на базе отделения палиативной помощи, то в настоящий момент мы можем сказать, что в 21 году областная детская больница готова к созданию центра нейромышечных заболеваний на базе областной детской больницы, поскольку у нас для этого есть все необходимое, есть неврологическое отделение, отделение функциональной диагностики, есть прекрасные специалисты узкого профиля, есть отделение большой реабилитации и отделение палиативной помощи. Примерно какая схема на сегодня, на 21 год? Пациент с нейромышечным, с диагнозом спинальной мышечной атрифеи, который диагностируется в медико-генетическом центре, раньше этих пациентов сразу же передавали к нам в отделение палиативной помощи для ведения реестра, то сейчас эти пациенты передаются в неврологическое отделение, функционал которого входит, это, конечно, сбор всей необходимой информации по данному пациенту, это необходимо дополнительное обследование, это оценка по шкалам, это оценка выясоматического статуса в том числе, это выбор патогенетической терапии. Снова говорю, на базе неврологического отделения у нас есть полный арсенал всех необходимых препаратов, ну, то есть возможность постановки изолгенства в том числе. Это динамическое наблюдение этих пациентов на фоне патогенетической терапии и оценки их улучшения по шкалам. У нас есть большой отдел реабилитации, значит, у нас есть возможность выбора дневного стационара, у нас есть стационарное отделение на озере Балтын, у нас в планах развивается теле реабилитация, теле консультация, что очень важно и удобно пациентам, которые живут далеко, для которых на сегодняшний день, во-первых, нет возможности приехать к нам в стационар, или же это очень хорошо, когда это приучает семью, ребенка, родителей делать те необходимые упражнения в домашних условиях. И проведение школ, у нас есть хороший опыт в этом году, вместе с фондом ЛАМА, это фонд помощи нашей Свердловской области помощи детям с нейромышечными заболеваниями, когда на двухнедельная госпитализация в стационарное отделение на озере Балтын, нашей областной детской больнице, с привлечением всех специалистов узких и респираторную поддержку, и ортопедическая коррекция, и нутритивный статус, оценки нутритивного статуса, и плюс реабилитация, и плюс психолог, и плюс какая-то социальная жизнь, аниматоры. Значит, роль палиативной медицинской помощи на сегодняшний день, на 21 год, то, что делаем мы в областном центре палиативной медицинской помощи детям, нашей областной детской больнице. Значит, во-первых, у нас есть выездная служба, поэтому помощь на адресе, у нас есть большое стационарное отделение на 32 койки, поэтому, если есть необходимость, то мы дестабилизируем к нам. Мы выполняем функции, это респираторной поддержки, это выдача оборудования. Мы очень надеемся, что когда-то появятся центры по респираторной поддержке, они выйдут из отделения палиативной помощи, о том, что будут центры по выдаче медицинского оборудования, но на сегодняшний день это возложено на функционал палиативной помощи. Мы занимаемся нитритивной поддержкой, у нас на функциональной основе организован центр натурального питания. Это, конечно, и физическая терапия, которая включает весь большой комплекс необходимого для наших пациентов, в том числе и гидрокинезиотерапия. Наши дети плавают в бассейне. Это и большой вопрос обучения, и обучение самих себя с привлечением специалистов из других регионов. Это приведение конференций. Это и школы-родители для того, чтобы мы могли одинаково смотреть на происходящее заболевание, то, что у нас происходит в настоящий момент с нашими пациентами. Это и курсы повышения квалификации для врачей и медицинских сестер. И с этого года будут даже циклы для студентов нашей медикадемии. Конечно, мы продолжаем заниматься и психологической помощью, и социальной помощью. И в этом году у нас сейчас работает педагог-дефектолог. Нам подарили альтрейкер, так что будем заниматься альтернативной коммуникацией в том числе. Еще раз хочу сказать о том, что палиативная помощь, она нужна только в поддержку медицине. И вот практически завершаю свой доклад. Фотографии жизни, совершенно непостановочные кадры, был выхвачен совершенно случайно нашим фотографам, когда есть ребенок со спинально-мышечной трофеей, и у него есть впереди двери, и есть светлое будущее. И мы очень надеемся, что наш мультидисциплинарный подход, наше развитие отношений к детям со спинально-мышечной трофеей дадут нам стопроцентный результат, стопроцентный эффект. Если у вас есть ко мне вопросы, ко мне можно будет обратиться по электронной почте, у нас защищенный канал, и тут мой номер телефона. У меня все. Оль, спасибо большое за предоставленную возможность. Продолжение следует...